Добрый день! Внесение изменений в решение городской думы от 15 марта 2017 года номер 296 об утверждении правил благоустройства территории муниципального образования города Лабытнанги и в частности о последних принятых изменениях от 18 декабря 2017 года, которые запрещают устанавливать и эксплуатировать на улицах временную электропроводку, включая выносные электрические удлинители для подогрева транспортных средств, подключенные к электрическим сетям жилых домов. Ну, социальные сети, конечно же, вскипели, все разделились сразу на несколько лагерей. Чтобы дать ответы на все вопросы, сегодня в студии гости. Добрый день! Итак, с чего мы начнем? Вы знаете, объявление о том, что будет сегодняшний прямой эфир, было размещено буквально вчера. Ну, как всегда, набралось больше сотни комментариев по делу и не по делу. Вот, как бы, первый из них. Скажите, где прописан закон или постановление запрета электробогрева автомобиля от домашних сетей? Мы уже сказали об этом, да? Есть такие правила благоустройства. Какие были вообще предпосылки к введению вообще таких изменений в правил благоустройства? Кто ответит? Наверное, Дмитрий Алексеевич. Стоит Михаил Чавлович, да? В рамках благоустройства-то. В рамках благоустройства, так как это относится к благоустройству города Лабыт-Нанге. Наверное, начнем с вас. Ну, правила, новые правила у нас вступили в марте 17-го года, правила благоустройства. И вот эти изменения, они, в общем-то, мы уже не первые, и в городе Новорингой есть такие действуют, и в Ноябрьске такие же действуют изменения по запрету вот этих вот выносных временных электрокабелей для обогрева автомобилей. То есть, они создают, во-первых, опасность возгорания, потом есть жалобы от жильцов, которые совместно проживают в этих же домах, где-то они мешают проходу. Жители где-то, дети за них зацепляются, если эти провода расположены на земле. То есть, ну и, естественно, приведение города, внешнего облика зданий и в целом всего, всех кварталов и микрорайонах в надлежащий эстетический вид. То есть, вот отказ вот от таких вот удлинителей, это в том числе благоустройство города, да, приведение его внешнего вида среди очень многих других пунктов, да, это лишь один маленький. Среди большого документа, среди большого количества требований. Да, это одно из требований. То есть, понятно, что правила, которые сейчас действуют в благоустройстве, у нас более жесткие. Введение их, то есть, это не значит, что мы сегодня пойдем и тут же все начнем подряд всех штрафовать, собирать комиссию и каким-то образом запрещать что-то. То есть, я думаю, что это будет постепенно применяться эта мера, ну и какие-то сроки будут в любом случае даны всем жильцам, чтобы они могли найти другую альтернативу для обогрева. Да, это мы еще обсудим. Скажите, предпосылки начали появляться, наверное, в 2016 году, да, когда была создана комиссия по обследованию жилищного фонда, да, и сразу стало видно, что очень много в этом, во многих домах проблем. Вы были в комиссии, в частности, да, возглавляли. Да, замруководителя комиссии, являюсь, в августе 2016 года была создана данная рабочая группа по обследованию квартирных домов. И с увеличением, с частотностью увеличения рейдов мы начали понимать, что вот возникают такие проблемы, которые необходимо как-то закрепить юридически в нормативных актах. Одним из которых был это мытье автомобилей в неустановленных местах, потому что действительно ты приезжаешь когда проверять, смотришь деревянный фонд, заходишь во двор, он стоит и... моет свой автомобиль подручными средствами. И другое, конечно, уже более так в зимний период, когда ездили обследование, это размещение вот этих вот розеток электроподогрева с выносом со второго этажа, там где-то... С пятого? Ну, с пятого это уже более такие там капитальные дома, у нас, конечно, акцент был на деревянные дома, но не без этого и жалобы поступали со стороны там соседей. Ну и, соответственно, основное это жизнь, здоровье и безопасность граждан, потому что один говорит, у меня все хорошо, все нормально, контролирую, другие жильцы данного дома, подъезда, поясняют о том, что вот это неконтролируемо, это у него, допустим, там валяется, имеются какие-то там повреждения. У нас гуляют дети, да, на придомовой территории, где-то это заведено рядом, как в капитальных домах, заведено рядом там с детской площадкой, потому что удобно, забор железный, можно разместить там железно-металлический гусак, вывести на него, чтобы примерно угол подачи с третьего этажа был не на высоту, там полметра расположения автомобиля, а вот именно метра там на два. Это самовольно установлено? Да, люди это прекрасно понимают, но каждый приводит свою субъективную оценку, говорит, что у меня все хорошо, все нормально, при этом вот это тоже являлось одной из предпосылок внесения в запрет, так если выразимся в рамках исполнения правил благоустройства. Также хочу сказать, это запрещено на территории муниципального образования города Лабутнанги, указано это в правилах благоустройства, соответствующая статья, это 3.3, нарушение правил благоустройства, но при этом в этой статье также предусмотрены и предупреждения. Тут никто не говорит, что вот, как вы пояснили, что вот сейчас повально побежим, будем на всех составлять материалы и привлекать к ответственности. И даже на сегодняшний момент еще не было таких там прецедентов, что кого-то там за что-то там оштрафовали, и это было там незаконно, либо с превышением каких-то там норм, правил. Во время обследования жилфонда были какие-то вопиющие случаи, да, нарушения всех норм электробезопасности в дверяных домах, эти провода пропущенные сквозь перекрытия, сквозь стены, сквозь окна? Ну, еще раз повторюсь, да, это присутствует, никуда не денешь вот эту субъективную уверенность людей, которые вот определены тем, что вот у меня вот провод, вот он хотя какого-то очень там определенного маленького там сечения с определенным повреждением, и он говорит, что вот буквально вот мне там на час надо попользоваться с выносом на улицу, независимо от того, что там подогрев там машины, либо просто у него там стоит какая-то хозпостройка, и он там что-то делает в ней. Вот, было, да, составлялись соответствующие акты, уведомляясь, управляющая компания, ну, и отдел надзорной деятельности МЧС. Ольга Николаевна, скажите, ведь действительно был проведен большой, огромный объем работы по обследованию жилищного фонда, да, это не какая-то там узкая выработка, да, есть конкретные цифры, какие нарушения, их количество, да, вынесенные штрафы? Ну, с момента образования рабочей группы проверено уже на сегодняшний момент 453 многоквартирных дома. Нарушения встречаются всякие, конечно, и установление хозпостроек в цокольных помещениях, и хранение горюче-смазочных материалов, газовых баллонов в цокольных помещениях, проведения проводов во всех разных местах, начиная с чердачных помещений, цокольных помещений, тех узлов, соком, дверей, через подъезды, как угодно, кто на что гораст. Все это, конечно, очень сильно оказывает влияние на безопасную эксплуатацию жилищного фонда. Граждане проводят через места общего пользования провода, которые потом в дальнейшем перетираются дверьми, что может, конечно, повлиять на сохранность жилфонда. Дмитрий Алексеевич, перед тем, как принять вот такое решение, также обследовали конкретно на предмет размещения таких удлинителей, да, тоже во всех районах города провели? Ну, конечно, отсматривали. Это действительно большая проблема. Сначала дальние микрорайоны начали смотреть, если я точно не ошибаюсь, обскую, геофизики мы отсматривали. И зачастую эти обращения, вернее, эти обследования, они были инициированы по просьбе самих жителей. То есть вот середина и конец лета 2016 года, он действительно создал массу, просто большое количество обращений граждан на телефонные линии горячего администрацию, на ЕДДС, письменные обращения в интернет-приемную на форуме администрации. То есть это были именно те рейды, которые инициировали сами граждане, потому что безопасность, во-первых, размещения электропроводки в подсокольных помещениях, это было, наверное, самое распространенное на тот момент мероприятие, которое проводили жители, устраивая свои чуланы, да, скажем так, в подсокольных помещениях. И вплоть до размещения грузовой и автомобильной техники прямо в пределах, ну, под сокольным, под окном дома для ремонта и освещения тоже там каких-то вещей. Поэтому это в первую очередь были те мероприятия, которые инициировали еще раз сами жители. Я хочу, чтобы вы продолжили рассказывать об инициативе жителей, ведь проект этого решения был размещен на сайте администрации, более того, прошли публичные слушания. Ну, совершенно верно, мы любые нормативно-правовые акты, которые принимаются у нас в Российской Федерации, они размещаются в муниципалитете, либо в округе, они размещаются на сайтах органов государственных, либо на сайтах муниципалитета. Соответственно, эти изменения, они, ну, в течение определенного количества дней, да, принимались предложения, предложения не поступало на тот момент. Более того, мы в депутатских слушаниях рассматривали разные варианты, ну, и обсуждали тоже, это же не принятые, были одномоментные, да, какие-то мероприятия к этому долго шли, смотрели, изучали. Изучали, в том числе, практику других муниципалитетов и крупных городов. Да, в том числе, вот в Новом Уренгое, там уже интересно, трактовка проведена, там говорится просто о запрете выноса любых электропроводок за фасад здания, и все. Однозначный ответ. Однозначный ответ, то есть вообще, как бы без, здесь я уже поясняю, да, мы рассматриваем конкретные действия граждан, которые будут угрожать жизни и здоровью проживающих, либо нести какую-то пожароопасную, либо другую обстановку в жилом фонде. И, соответственно, административная комиссия, опять же, это коллегиальный орган, который рассматривает степень грубости того нарушения, которое произведено, да. И, как Алексей Анатольевич сказал, в первую очередь это будет предупреждение. Это происходит на санкции. Скажите, кто будет выносить решение? Кто будет составлять протокол, кто будет выносить решение, и какие возможны штрафные санкции? Предупреждение, дальше следующее. Дальше следующее составляется, если это будет составлен протокол повторно, да, за злостное нарушение, допустим, предупреждение не выполнено, то штраф от 1000 до 2500 рублей. Составляется административный протокол. У нас на составление административного протокола в рамках правил благоустройства уполномочено управление ЖКХ и департамент газостроительства и землепользования. В части безопасности, наверное, все-таки управление ЖКХ будет в большей степени здесь работать. Департамент газостроительства, по моему мнению, это больше облик архитектурный. Когда мы видим, идя по центру города, 15 или 20 переносок на тротуары, надо наклонять голову. Наверное, пока такого еще не было, я думаю, дай бог не будет. В этой части, наверное, будут работать они. По административным протоколам и материалы, составленные по административному протоколу, направляются в админкомиссию города. Приглашается конкретное лицо, на которое составлены протоколы рассматриваются. Материалы дела и факторы, которые повлекли такое. Дальше материал направляется нам, в административную комиссию. То есть материал входит помимо протокола. Это, конечно же, есть акт, обследование, фото таблица. Объяснение самого нарушителя. Да, обязательно. Объяснение нарушителя, объяснение заявителя или того лица, которое как-то обратилось, если это не было выявлено непосредственно тем лицом, который полномочен составляет административный материал. После этого комиссия, коллегиальный орган принимает решение, рассматривает. Также никто не снимает право, что тот, в отношении кого было принято решение, он может обжаловать его. Привести какие-то свои доводы никто не убирал, ни смягчающие, ни отягчающие обстоятельства по делам административного производства. На сегодняшний день мы привлекаем в административную комиссию граждан, которые не должным образом содержат своих питомцев, собак в частности. То есть люди обращаются в полицию, полиция составляет материал об административном правонарушении. Так как они неуполномочены наказывать в этом случае, то они направляют материал нам для составления протокола. Мы в управлении извещаем данного гражданина о том, что на него поступила жалоба, что он нарушил такие-то правила. Приглашаем его, составляем протокол, опять же направляем в админкомиссию. У нас по итогам 2017 года, по-моему, 10 обращений было от жителей, 10 протоколов и 10 привлеченных за отсутствие правильного, как сказать, должного хода, выпуск собаки без намордника, без поводка. То есть на кого-то напалан. Правил содержания домашних животных. Поводок, поводок, намордник, кошельник. То есть я хочу сказать, что это не только кто-то будет хотеть выявлять, это сами жители, видя, как я говорил, ту опасность или какой-то вред, который может принести эта электропроводка. Я думаю, что в любом случае они будут обращаться и в рамках своих каких-то убеждений будут просить нас провести проверку. Ну и, конечно же, это прецеденты, не дай бог, которые произойдут или, возможно, будет происходить возгорание. Я как раз хочу процитировать диалог двух женщин. Я прошу заметить двух женщин, которые на сайте лабилетнанги.инфо. Одна интересуется, просто интересно знать, будет ли штраф за кабель. Ну это понятно, мы ответили. Какая может быть противопожарная безопасность, еще ни один дом по этой причине не сгорел, отмечает она. Другая ей апеллирует. По вашей логике надо дождаться, когда дома начнут гореть. Вы же первые будете писать, куда администрация смотрела. Еще, не дай боже, ребенку под удар электричества опасть. Как же и раньше без этого входились. На машину хватило, на бензин хватает, на сезонную резину тоже, значит на автозапуск хватит. Все хотят жить в цивилизованных условиях, но ровно до той поры, пока это не касается личного сарая, личного огорода или личной розетки. Например, машину из окна не греют и совершенно не в восторге от кабеля соседа, который стучит в мое окно. Ну, соответственно, кабель соседа стучит в окно. Хотелось бы услышать по этому мнению мнение пожара. Как вам вообще вот такая ситуация в городе Лабытнанге, когда со всех домов свисают кабеля под напряжением. Существует же потенциальная опасность возгораний? Ну, во-первых, все, что связано с электричеством, это уже как бы является потенциальной опасностью возгорания при определенных условиях. Ну, естественно, здесь не исключением являются и электроудлинители, которые свисают, как вы говорите, с верхних этажей зданий. Вот. По большому счету опасность существует всегда, ну, сами понимаете же, автомобиль, там, допустим, или другое транспортное средство, которое обогревается с помощью электричества, ну, при помощи электричества удлинителя, оно находится в непосредственной близости от здания, сооружения, там, от другого автомобиля. То есть, естественно, в определенных случаях присутствует угроза возникновения пожара. От этого никуда не деться. Есть определенные требования, да, в нашем законодательстве, которые, которые как раз и запрещают, там, запрещают пользоваться электропроводкой, там, с нарушенной изоляцией и так далее и тому подобное. Вот эта мера, которую приняли в нашем муниципалитете, она, как сказать-то, ну, я, по крайней мере, надеюсь на сознательность граждан, что она как-то повлияет благоприятно на обстановку с пожарами, именно вот причинами которых являются электрические удлинители. У нас таких пожаров, вот, допустим, за 17-й год произошло 6, ну, в основном, это гаражи, снегоход там загорел, но никто не исключает возникновение пожара, допустим, распространение пожара от горящего автомобиля, который находится непосредственно возле дома, по тому же удлинителю в жилой дом. Вот, в принципе. Вы знаете, вот, пожалуйста, опять же, с сайта. Личный пример. У соседей загорелся автомобиль из-за такого обогрева. Благо, увидели вовремя, и на соседней машине огонь не перекинулся. А вот раз мы убрали свой провод, тоже был котел, и поставили бедар. Не так дорого, как и баста, удобно, не прикреплены к месту, на работе всегда разогреть можно автомобиль. Главное, безопасно. Я думаю, это тот случай, когда работает на предупреждение. Вот такое мнение существует, да? Абсолютно правильное мнение. Либо автономный предпусковой нагреватель, ну, это у кого там денежные средства, естественно, позволяют, либо, вот, как уже мы обсуждали, здесь это стационарные электрические розетки, которые на улице можно разместить. Вот, пожалуйста, еще пример. Вот утром бежишь на работу и боишься каблуком зацепить эти кабеля. От родного подъезда к другому штук 5-6 на тротуаре валяется. Ну, в общем, ездите на городском автобусе, на такси. Скажите, вот люди тут предлагают альтернативу. Без альтернативы запрету в условиях Крайнего Севера нам просто не обойтись. Соберите соответствующих специалистов электросети и разработайте технические требования по безопасному подключению обогрева машины от электрокотлов. Из-за их несоблюдения вводите штрафы. Как вам такое предложение жителей города? Оно не рассматривалось во время? Ну, во-первых, все нормы и правила уже утверждены федеральными законодательствами. Это и правила электроустановок потребителей, это и соответствующий свод правил для проектирования. Во-второй части ответа – это общее имущество собственников. Жилой дом – это в любом случае чья-то приватизированная квартира и часть общего имущества. То есть, если собственники желают организовать в своем доме альтернативную розетку с учетом электроэнергии, то, ради бога, проводите собрание. Проводите собрание, решайте источник финансирования, то ли это вы будете собирать, то ли вы это поручите управляющей компанией. Разрабатывайте проект, делайте специализированные организации, имеющие на сегодняшний допуск СРО-монтаж, проводите измерения, испытания и вводите в эксплуатацию. В принципе, звучит сложно, но на самом деле ничего сложного в этом нет. Нет, но вы на сегодняшний день, простым словом, одним называется переустройство. Переустройство либо внутридомовых сетей, либо переустройство внутренних сетей жилого помещения. Ведь когда у нас жители переводят, допустим, жилое помещение с пользования газа на электропроводку, они же разрабатывают проект, в жилом же помещении до этого не было электропроводки для подключения плиты, а плиты сейчас порой до 8 киловатт потребления. То есть, если изменяют перегородки, либо достраивают что-то, в любом случае идут в департамент газостроительства, просят разрешение на переустройство. То есть, все, что в доме новое создается, либо планируется к созданию, это в любом случае подходит под определение переустройства. Соответственно, требует разрешения на переустройство, разработки проектной документации, монтажа и финансирования. То есть, в части собственности жилого дома, а все мы такое право получили очень давно, да, приватизируя квартиры и потом имея право их продавать, мы несем время ответственности по их содержанию, соответственно, и расходы. Ну, все-таки, значит, существует альтернативный механизм, да, не устанавливая там дорогостоящие автономные подогреватели, да, то есть, собрание собственников жилья по данному вопросу, и дальше можно обратиться либо в управляющую компанию, либо самостоятельно определить лицо от собственников, которые будут работать с проектировщиком. То есть, нужно спроектировать данное устройство, да, вынос, к примеру, установка счетчика, вынос, допустим, опоры, да, распределение, разведение резеток. Да, а все правила по проектированию и соблюдению, допустим, тех же, как я сказал, правил устройства электроустановок, они уже все прописаны на федеральном уровне, их зачем дублировать? И у нас есть такие организации, которые вполне могут составить такой проект. Совершенно верно. И относительно недорого, насколько я знаю. Все вполне реально. Все в руках жильцов. Тем не менее, давайте дальше. В этом году не планируется пока ввести никаких, вернее, не планируется пока штрафовать. Когда все-таки ждать уже составления протоколов можно будет? Мы определились, что до конца управления ЖКХ, вернее, до начала следующего зимнего периода мы штрафовать не будем однозначно, но это не будет касаться тех случаев, когда при обращении в наш адрес граждан о нарушении, о грубом нарушении либо противопожарных правил каких-то, да, либо о самовольной прокладке в местах общего пользования, либо присоединения к общедомовым сетям, мы, соответственно, в любом случае будем составлять протокол. Потому что, ну, все-таки, жизнь, здоровье граждан и сохранность жилищного фонда, она будет на первом месте здесь. Алексей Анатольевич, не боитесь большого наплыва заявлений? Не захлестнет ли административную комиссию? Нет, в принципе, если будет большое количество материалов, будем рассматривать, будем принимать решения. У нас будет соответствующая практика, и как наша административная, и как если судебная, если кто-то пойдет свои оставить права, но я где-то там сомневаюсь, что мы будем перешагивать определенную норму в рамки разумного, потому что у нас есть также и нормы по правилам противопожарной безопасности, где вот там конкретно это все расписано. Если у нас, допустим, здесь указано, что запрещается, да, по поводу установки, то там указана непосредственно уже такая разбивка, да, что какие должны быть там повреждения, да, на той же проводке, да, и как она должна быть там соответствующим образом заизолирована. Мы это тоже не будем исключать из внимания. Но и в любом случае предупреждение – это первая мера, которая работает, будет работать. Это первая мера, но если будут поступать обращения о том, что вот у нас лежат там оголенные провода, мы комиссионный человек выйдет, посмотрит, сделает, составит фототаблицу, составит соответствующий акт с привлечением от сделок надзорной деятельности, это действительно там подтвердится, но тоже есть всему, есть определенный там предел. Вот мы рассмотрим это на комиссии, комиссия коллегиального органа, она примет решение. А скажите, будут планироваться какие-то, ну вот прям рейды, направленные на выявление таких нарушений? Нет, на сегодняшний день нет. А в будущем? Все-таки нужно, все-таки, чтобы навести порядок, нужно проводить такую работу. Смотрите, в рамках обследования многокартинных домов у нас уже проходят эти рейдовые мероприятия. Вот, и это нам не мешает обратить внимание на то, что, как я вам говорю, если кто-то моет там летом во дворе машину, да, или если кто-то там зимой, мы заходим во двор, пусть он будет там даже деревянный, и мы увидим, что будут лежать там 3-4 шнура там обогрева. Мы также зафиксируем в акте обследования нам квартирного дома. У нас звонок, есть телезритель до нас дозвонился. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Петр. Петр, итак, ну, ваш вопрос. Ну, у меня вот возник вопрос. Вы тут предложили альтернативный источник подогрева. То есть, ну, как вот вы рассказывали, там, счетчик, резетки, отдельное место. Так это же то же самое, это же вы сами себе и противоречите. То есть к каждой машине пойдет так же удлинитель от этой резетки. И что, получается, вы будете так же штрафовать? Понятно. Спасибо за вопрос. Ну, немножко, наверное, надо уточнить, да, что... У нас в законе написано «несанкционированный». Несанкционированный. Но в данном случае зависимость организации будет определять, откуда будет запитан, да, или это отдельная опора, или от жилого дома. Да, да, это проектом будет установлено, соответственно... То есть это возможно, не обязательно от жилого дома? Может быть, это будет не со щитка и не с подъезда. Может, это будет в одного распределительного устройства. То есть и в любом случае это проектные работы. И тот проектировщик, который эти работы выполняет, он имеет лицензию, да, имеет право саморегулируемой организации. И они проектируют в рамках действующего законодательства. То есть они определяют, получат разрешение в градостроительстве на размещение какого-то земельного участка. Жильцам не нужно будет самим уведомлять о том, что вот они приняли вот такое решение и установили вот... Нет, если это будет в законном порядке утверждено, все это будет разработано и потом введено в эксплуатацию, в том числе и при принятии, как я говорил, да, договор там заключен будет с энергоснабжающей организацией, передвижные у нас энергетики. То есть, соответственно, они тоже проверят все это? Знаете, еще вот хочу процитировать и чтобы вы прокомментировали. Читая обсуждения, вспоминаешь, какие мы пережили сильные эмоциональные потрясения по поводу сноса наших любимых сараек, столь необходимых дополнительных помещений для хранения, старых лыж, коробок, бочек и прочих вещей, о которых мы не вспоминали лет 10. А еще нам говорили про безопасность детей, ведь они прыгали с них в сугробы, не задумывая, что находятся там. В общем, страшные были времена, гонения народа, а мы думали только о том, как же жить дальше без нашего годами нажитого имущества. Снесли помойки в коробах, деревянные туалеты, сарайки с крысами и нашим хламом. 20 лет так жили, достаточно. Спустя годы оценили, что появились взамен. Игровые площадки, стало чисто и комфортно. Жимя в старом деревянном доме, часто думаешь о безопасности жизни и здоровья, прежде всего наших детей. Кстати, среди наших четырех восьмиквартирных домов, стоящих рядом, из окон нет кобелей. Видимо, все, как и я, переживают за свои семьи и жильем. Что, давайте резюмировать сегодняшнюю нашу встречу. Все-таки это направлено не на какие-то меркантильные цели муниципалитета, как заявляют некоторые пользователи соцсетей, а на наше общее благо. Да, совершенно верно. Никто не преследует, как пишут в соцсетях, цель пополнить бюджет. Это никогда и не было в рамках деятельности органов местного самоуправления. В большей степени это направлено на безопасность и на внешний облик наших городских улиц и дворов. Полно себя поддерживаю, конечно, Дмитрий Алексеевич. И еще раз также повторюсь, что тут нет никакого-то субъективного подхода. Все было принято в рамках действующего законодательства. И, соответственно, будет также соблюдаться и надеемся на солидарность граждан нашего города. Наталья Михайлович, как не вам родить за внешний облик города? Да, я думаю, что данная мера будет благотворно воздействовать на общее благоустройство нашего города. Мы и сами приучимся к порядку, и жители наши, думаю, постепенно привыкнут и оценят это нововведение как более цивилизованную меру и улучшение нашего общего состояния наших улиц и дворов. Игорь Николаевич, работа, наверное, прибавится у вас, необходимость всяких составлений протоколов, но, тем не менее, ваше личное отношение. Ну, я полностью поддерживаю оппонентов в сидящих зале, что это в первую очередь связано с благополучием, с охранностью жилфонда, с обликом города нашего. Работы, конечно, прибавятся, но я думаю, что граждане отнесутся с пониманием. К каждому будет индивидуальный подход, с каждым будем общаться, разговаривать, брать объяснения. В общем, искать пути выхода из сложившейся ситуации. Ну, у сотрудника пожарной охраны хотелось бы, конечно, спросить о личном мнении, его профессионально это понятно, да? А ваше личное мнение по поводу принятия такого решения и наведения порядка в городе? Ну, я сам являюсь жителем города Лабытнанги, поэтому я как бы разделяю мнение наших оппонентов сегодняшних по поводу данного вопроса. Ну, и с точки зрения пожарной безопасности, опять же таки, все направлено на безопасность жизни и здоровье людей, поэтому все должны относиться к этому с пониманием. Спасибо. Ну, а я хотел бы в завершение жителям города Лабытнанги напомнить, что вообще каждый горожанин может участвовать в жизни нашего города. Механизмов тому очень много. Все постановления и распоряжения администрации Думы, решения городской Думы, проекты, вернее, решения размещены на сайте администрации в абсолютно свободном доступе. Также регулярно проходят публичные слушания по всем вопросам, в которых любой житель города может принять участие, выразить собственное мнение как непосредственно на публичных слушаниях, так и в течение трех дней после заявить о каком-то своем мнении. Ну, я думаю, мы ответили на все вопросы, поэтому время нашей программы подошло к концу. Я вас, уважаемые телезрители, благодарю за внимание, гостей за то, что они ответили на все вопросы. До новых встреч на канале Лабытнанского телевидения. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова